Мы сейчас на набережной Элата, центральной набережной. Вот здесь её начало. Это Марина. А сейчас наша камера двигается в залив. Залив – это морская экватория, морская, море красное. Там вдали, вот там виднеется шоппинг-центр Мальхайям. Теперь мы поднимаемся обратно на набережную. Очень уютное, красивое, любимое место прогулок всех жителей города и гостей. Мы шагаем сейчас по набережной. Мимо торговых различных бутиков. Разные бренды и местные производства. Сейчас пора скидок зимних и распродаж. Потому что температура воздуха упала сегодня до 14 градусов. Море 22 градуса. Никого искупающихся нет. Мы сегодня отдыхаем в городе. Мы с вами на мосту через большой пролив Элата. Вот этот мост сооружения довольно-таки внушительное. Настоящий мост стратегического значения. Этот залив является пристанищем кораблей, яхт, шхун и всевозможных туристических развлечений. Здесь, в котором, тамараны, водные велосипеды и на хорошей погоде, наверное, здесь очень много мноющих погататься. Посмотрим на другую сторону, которая открыта морю. Вот впереди Элатский залив. Там вдали, на причале, корабли, катера. Посмотрим сейчас на фешетеперный отель. Он называется Руял Бич. Нет, Руял Бич. Руял. Очень красивый, с башенками, отчетливый, такой симметричный, с большими лифтами, многоэтажный, очень шелевый. И переходим на более престижную сторону Элата. Вот набережная продолжается, это набережная Марина, магазины в первых этажах. Сегодня ветвина. На ветру плюс 15 градусов в воздух, а вода плюс 22. У нас было купальня, заплыв. И мы очень хорошо себя чувствуем. Попили кофе с Полиной. Посидели в кафе. Смотрите, какое небо. Какое небо, какие пальмы. Прекрасный вид. И там далее море. Море спокойное. То есть залив. Это не открытое море, а залив. Мы после плавни, бодры и веселые. Посмотрим на этот прекрасный отель. Роял бич. И вот этот противоположный вид, тот отель. Вечером я уточню, вид его с другой стороны. А мы переходим с вами на эту сторону. Ну и перед нами прекрасные набережи с правой стороны. Пальмы. Пальмы. Наверху ветер, ветреная сегодня погода. И вот развиваются кроны, пальмы. Такие красивые светильники. Светильники очень красивые. Вообще продуманные архитектуры, дизайн. Женебельный отель. Больше внимания к деталям. С размахом все. Вот это Роял бич отель. Многоэтажный. Вот такой. Своими многочисленными ресторанами, магазинами. Львы. Бронзовые львы. У входа в ресторан. Мы подходим к другому, еще небыльному отелю. Который называется Дан. Вот очень красивая улица. С пальмами. С взвесающими сверху ползучими растениями. И там вдали пляжи. Береговая линия. Купающихся мало единицы. Люди сегодня гуляют по набережной. Пьют напитки горячие. Кофе. Кушают даже пищу. Вот многочисленные кафе. Пустуют. Эти стульчики. Свободные места. Но народ просто гуляет. Такое вот уютное кафе здесь. Там вдали. Дорожки. Новый. Новый. Новый отель. Дан. Отель Дан. На первом этаже сетевое кафе, кафе-кафе называется. Это местная сетевая кафе-кафе. Все удобства есть при кафе, можно зайти, никто слов не скажет. В отеле своя ухоженная, красивая территория, пальмы, смотрите, какие пальмы, ооо, такие красавицы, стволы толстые. Цветующие деревья есть. Вот отель Дагвы. Тут пять звезд, да, Рина? Нам напоминает вход в отель, вот нагромождение этих валунов каменных. Этот дизайн нам напоминает Штангенбергер. Это Красное море, вы видите, вот такие же камни и фонтаны. Вот такая вода струится, как будто бы из скалы. Величественный отель. Моя задача сегодня показать все красивейшие отели, как архитектурные сооружения. И как, ну-то, конечно, не пойду, но посмотрите, с внешней стороны, это просто очень хочется запечатлеть все. Вот, смотрите, струи воды. Чурчат. И вода скроется. Последний отель, шикарный, называется Хэродс. В переводе у Ирода, или Иродов отель. Ну, это в таком именительном планине. Вот такой вот вход главный. Тоже нагромождение камней. Горные котлы. Вот это очень впечатляющее. И дальше такое красивейшее здание с лифтами, обеэтажное. И есть замысел архитектора, чувствуется. Здесь и мавлитанский стиль. Вот эти закругленные навершия в балконах. И на самых высоких точках, типа, мавлитанских беседок. Вот там. Ну, кстати. Очень красиво. И у каждого отеля свой пляж. Вообще, береговая линия открыта для посетителей. Но нельзя лишь пользоваться удобствами пляжа. Всем, кто не принесет к этому отелю. А посидеть на берегу, покупаться, конечно, любой может. И прогуляться вдоль набережной. И, конечно же, эти вот кафе. Они доступны всем посетителям вот этого отеля. Полина залюбовалась. Мы сейчас подходим к той точке, с которой распространяется другое государство. Айордания. Рядом с нами соседствует город Аккада. Крупнейший город Иордания. Аккаба. Аккаба. Это город ночью весь в огнях. Мы видим его из окон своего этажа. Рисеркайт. Это цель нашей дальнейшей программы. Мы обязательно посетим Иорданию. И вот мы сейчас загрубляемся. Вот здесь вот видно еще между пальмами и ухоронцем отеля. Дальше. Вот пролив. Мосты через пролив. Наверное, искусственный, рукотворный пролив. А дальше такая территория пляжная. Город там уже удалит. Флаг Иорданский развивается. Да, я увидела флаг Иордании. Вот там, да, лево, прямой. В центре экрана. И мы сейчас поднимемся на этот хвостик и посмотрим эту границу. Вот, хочется показать еще эту беседку. Дальше. Морь, красное море. Беладский залив. Там Иордании. Множество домов, жилых. Город старейший, крупнейший город. Вот, условно, граница здесь проходит. Словно. Там, там, там. Белая цена, там. Это граница Илата. Да, правильно. Смотрите, какая вода.